Слава Христу! Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. С миром примите! У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Даю полностью. Я вас слушаю. Говорите, пожалуйста. Игнатий Тихонович, у меня вот такой к вам вопрос. Нарвался я, значит, на ролик. Священник, принявший сан, отучившийся в православные семинарии, за слово того, что он сказал про Навального, что он вьет ему руку, так как он страдает за свои правильные дела. Его отстранили от службы, решили сана и направляют на реабилитацию, как у них в репортаже было написано, на духовную реабилитацию в монастырь. Как вы относитесь к такому решению? Что священника отстраняют по политическим разногласиям? Зачем я буду это обсуждать? Я знаю, что Навальный это совершенно никто. Баный обмылок. Он ничего не знает. Его там наняли. Где он учился? Лишь бы смуту наводить. Мы о Навальном молимся каждый день, чтобы Господь вразумил его. Он стоит перед огромной пропастью ямы. И чтобы всех сочувствующих ему развеял Господь. А что там решение церковное, отнять у меня это не касается. Зачем я буду судить о том? Я знаю, что он, священник, поступил неправильно. Заступаться за кого? Это смутьян. Мятежники, которые ничего не имеют, кроме смуты наводить. Вот смотрите, ну вот как понять, ну вот смутья. Священник просто сказал, даже не сказал, а написал комментарий в интернете. И из-за этого комментария его отстранили. Его отстранили. Ему запретили благословлять людей в храме. Его отстранили. То есть за то, что он просто сказал, что я вот Навального как бы не то, что поддерживаю, а жму ему руку. Его отстранили и направляют в монастырь. Ну все, все, решение принято. А зачем мы будем это обмывать-то? Там кто решил это, пускай они решают. Зачем эти дела? Игнаст Ильич, вы к этому относитесь? Никак я не отношусь. Я молюсь, молюсь только. А священника знать не знаю. Решение церковное начальство вынесло такое. Его надо принять. Если это соответствует действительности. А это похоже на соответствующий действительности. Если он таких людей поддерживает, зачем он нужен? У Навального Алексея ничего нету. Абсолютно ничего нету. Одна смута. И что Господь убрал его, это очень хорошо, что убрали его. Он только людей поднимал и все. Ну возьмите Тихановская там в Беларуси. Что она делает? А кто она такая? Да она шнурок развязать у Александра Григорьевича Лукашенко. И то недостойно. Ремень обуви развязать. Лучший президент во всей Европе, а может во всем мире. Она там наводит какую-то смуту. А теперь прячется как тараканы. Они же ничего не сделали. У них нет за собой ничего. Игорь Михайлович, ну вот вы же вот, я вот много слежу за вашим каналом. Очень много информации у вас очень полезный, хороший. Вы 45 лет были начальником детского лагеря, да? Ну, сами побывали в местах лишения свободы. То есть вас государство как бы тоже помотало по этой жизни, да? Ну, за слово Божие. То есть за ваши правильные дела, да? Но вот Алексей Навальный, да, он дисполитик. Да, он ведет какую-то дискотеретацию. Но некоторые факты как бы не состыковываются. Причем здесь священнослужитель, который просто написал комментарий. Он не сказал ничего, Игнатий Тихонович, он не сказал ничего дурного про власть, про нынешнюю. Почему вы считаете, что дикторизировать диктатора, это, ну вот мне просто немножко непонятно. Ну, непонятно, я ответил. Я спорить-то не буду, у меня нет этой привычки. Я сказал, и на этом все, тема закрыта. Закрыта тема. Я считаю, церковное начальство поступило абсолютно правильно. И вопрос снятый. Правильно, правильно. Он не нужен здесь, потому что у него ничего нет. И вот там в тюрьме взяли его, он все стонет и стонет. Пишет недовольства какие-то. Гнусно слышать даже это. Ты попал туда, замри. Он никому не нужен. Если условно-досрочный УДО, его никто не возьмет такого. Зачем он нужен гнилье? Он кто такой? Он никто. У него ничего нету за душой, нигде. Он ни одного человека из ямы не вытащил, никого не накормил. Его подкармливают с запада, и они тут начинают изгаляться. Наведите там порядок у себя. Это выскочка оттуда. Вот Дворкин такой же самый. Это паразиты на стране. Благодарю вас за ответ, Игнатий Тихонович. То есть вот смотрите, а как относиться к данному репортажу? Никак. Если они... Согласки их. Зачем относиться-то? Мне дано... Вот мы каждые два часа молимся. У меня задача молиться. Мне сегодня сколько людей позвонили, которые в дороге едут. Другие болеют. У третьих развалится семья, просит. Мне некогда думать об негодяях разных. Зачем они мне нужны? Ладно, прошу прощения, Игнатий Тихонович. У меня еще к вам вопроса два. Давай по делу. Если я ответил, это вопрос уже решенный. Меня уговаривать не надо. Я знаю, что этот, который там Навальный, это люди очень нехорошие. Никакие. Гнилье. Благодарю вас за ответ, Игнатий Тихонович. И еще такой, смотрите, у меня, наверное, второй вопрос. И третий будет окончательно. Смотрите, мы с своей женой разошлись более, наверное, 10-11 лет точно. У нас есть общая дочь, Варя. За все время, ну, в детстве я, наверное, где-то, пока она родилась, мы были не в браке, ничего, сожительствовали. Ну, по-христианскому это ребенок, рожденный в блуде. Дочь крещеная, я крещеный. Ребенка я практически видел только в детстве и в этом году, где-то в марте. Игнатий Тихонович, у меня вот такой вопрос. Как мне, как отцу, да, то есть меня к дочери тянет, но она не позволяет мне с ней видеться и так далее. Как вот, ну, поступить? Ребенок растет, дочке уже практически 10 лет. Вот в этом плане, что бы вы посоветовали? Как лучше поступить? Вот именно с православной точки зрения. Вот если бы она была рядом здесь, мы бы поговорили по полной программе. И могли бы сойтись вместе. А так, что говорить, когда ее нету? Как ее звать-то? Жену. Жену Ольга, но мы не живем уже очень много лет. И вот в этом году просто случайно как-то созвонились, и она мне привезла дочку. Увиделись, но, к сожалению, так ни к чему хорошему это не привело. Ну, а почему? Причина? Почему развелись-то? Мы даже женат как бы не были. Ну, вот по молодости. Она, во-первых, меня на 6 лет старше была. И вот по молодости так вот получилось, что мы с ней соприкоснулись. Здесь прожили где-то около, наверное, 3-х лет и разошлись. Родилась у нас дочь. Но, к сожалению, дочку я не вижу, и она не позволяет. Ну, внутренние обиды какие-то. У меня на нее, у нее на меня. И вот просто понимаете, как бы ребенок здесь ни при чем, а дочь хочу видеть. Ну, хорошо, давай так. Вот сейчас жена здесь рядом. Что бы она сейчас сказала на ваши слова? Давай, только не лукавь. Прямо скажи. Я спрашиваю, какая причина, что вы развелись? Что она ответит? Она не рядом, Игнатий Тихонович. Говорит, понимаете, вы лукавые мужики. Вы никакие. Так нельзя. Я такая, она старше меня. Ты знал до этого старше-то? Она старше тебя. Зачем ты на нее залазил? Фу. Говорить-то не очень. К сожалению, так... Но она тебя видит, какой ты есть. Споришь там и прочее. И она думает, лучше одна воспитающим такого допускать рядом. Он только портить будет. Так что жена может быть права и не лезть к ней. А алименты плати ей аккуратно. И она, может быть, к тебе отношения жена сменит. У меня вопрос. Ты не к жене. А вот смотрите, дочка-то вырастет рано или поздно. Понимаете? А она настраивает против меня ее. Понимаете? В чем смысл? Скажите, вы себя считаете верующим? Верующим считаю. Крестик с собой всегда... Ну ладно, крестик не будем судить. Вы сами себе скажите. Если вы верующий, кто вы такой для церкви-то? Ты знал, что ты не венчанный, никто. Она, может быть, до этого замужем была. Чего-то обольстила. Ну, а замужем... Ну вот, зачем мне разбираться в этом? Я не знаю, что когда вот так начинают говорить мужики, она замужем сейчас вышла? Нет. Ну, так это вообще... А ты кем работаешь, дружок? Игнатий Сихонович, я занимаюсь по компьютерам. Компьютерам. То есть, Лондон, не работаешь. Поразит, я понял это. На компьютере. Ну, какая-то работа. Мне 82 года. Я работаю лето с лопатой в руках, с пилой, с ломиком. Та вам не стыдно? Ничего не видят. Зачем тебя дармоеда кормить? То она тебя и выбросила, как баланс ненужный. Я очень хорошие деньги зарабатываю. Вы, кстати, вот зря вот это говорите. У меня своя квартира и не одна. Причем в бюджете здесь не в деньгах дело, Настя. Ну, я спросил, как нет это. Я на компьютере работаю. Вы что производите-то? Вот вы все... Тихонич, а вот смотри. А я отвечу на ваш вопрос, Настя Тихонович. Вот смотрите, вот вы сейчас с нами разговариваете по скайпу. Вот мы с вами разговариваем. Вот как раз вот этим вопросом мы и занимаемся. Практически так. А зачем занимать это? Вы какое отношение имеете к скайпу, на котором мы разговариваем? Какое? Настя Тихонович, а я непосредственно пишу программу, знаю языки программы. Ну, хорошо, не пишите больше. Больше не пишите программу. Еще исчезнет скайп. Ну как, нет, мы же его воссоздали, сделали. Да не надо, воссоздали это. Ты мне не пудри мозги. Ты щадрулетку знаешь? Щадрулетку. Правильно. Кто ее создал? Игнат Сихонович, ну я не разбирался, кто, но с программой. Андрей Терновский, Андрей Терновский, ему кажется, 15 лет было. Он говорит, у меня одни двойки. Я решил вот это создать. Где блудники могут сходиться, что попало делать, это нигде больше такого нету. А мне это хорошо, щадрулетка. Я уже тысячу людей нашел оттуда, которые желают слышать Слово Божие. Игнат Сихонович, у меня, вот по сути, не то, что там, за что меня жена выгнала, она меня не выгоняла. Она, во-первых, жила у меня со своим первым ребенком от брака. Жила у меня, я ее привел в свою квартиру. Она жила у меня, я воспитывал чужого ребенка. Потом она родила мне дочь. Дело не в том, кто меня там, меня никто не выгонял. Выгнал, можно сказать, ее я сам. У меня вопрос в том, как мне вот сейчас, на данный момент ребенок растет, как именно с дочкой наладится контакт? Все равно я понимаю, понимаете? Вот на данный момент мне 30 лет, 30 лет, да? И рано или поздно у меня, наверное, тоже, ну, я, Бог даст, я не знаю, сколько я проживу, да? Я состарюсь, дети вырастут. Ну и какое отношение? Ну, что хорошего? Ну, давай сначала говорить не о ней, не о дочери, а о тебе. Ты православный, почему без бороды? Игнатий Тихонович, а мне не растет. Не надо обманывать, не надо. Бритву когда брал последний раз в руки? Бритву когда брал? Ну, все, если не растет, ты бритву брать не будешь. Что ты мне это льешь-то? Что попало? Ты никакой, ты не православный, ничего. Мирской человек, а мирским законы божественно не подходят. Они по-своему идут. Ну, вот, Игнатий Тихонович, вот, вот, ну, как вам сказать? Вот, ну, у меня вообще бабушка очень намоленный человек. В свое время я с ней ходил в храм, причастялся, исповедовался, мир помазания. Я знаю, как бы, ну... Алексей, у меня времени, давай, просто разговор оконченный. Никакой ты не верующий, перестань играть эту игру верующих. Если верующий будешь, заходи на наши, я вам ресурсы скинул. И маленько у вас что-то сдвинется здесь. Ты никакой, безбольный мужичонка бритый. Вторая мама в доме. Это подкаблучники такие. Одну женщину эту не мог около себя сохранить. Драть тебе надо за это. Игнатий Тихонович, ну, вот, не знаю, не могу с вами не согласиться. Скажи, Алексей, а зачем ты ко мне-то зашел? Что мало людей в интернете. Зачем ты ко мне-то пришел? Ты же знал, что я верующий. Ну, Игнатий Тихонович, ну, просто вы, как бы, известный человек в интернете. Мне было просто интересно посмотреть на это, на все. Ну, мне вот нравится, как вы, вот, там, допустим, вот, ваши деревни, быт. Вот вы говорите, вот, ты не работаешь, там, туда-сюда, там, я 80 лет пилю дрова. Ну, у нас немножко жизнь другая, Игнатий. Да не дрова только, не дрова. Мы в лесу работаем, труды восстанавливаем. На себе все приходится носить. Я сейчас не сижу, надо воды принести. А нынче колонку убрали в три раза дальше. Я беру ведра и иду, никого не спрашиваю. Ладно. В общем, вы на меня очень огорчились, да? Нет, нисколько. Только я говорю, что перестань обманывать самого себя. Ты не верующий человек. Живешь, как люди живут в мире. А что такое для вас вера? Вера, это значит полное доверие Богу, что написано в Библии. А верить и демоны веруют. Щерки тоже веруют, да трясутся, боятся. Это вера бесовская, когда у тебя ничего нету. Петя Стихнович, ну вот священник, которого вы изгнали за то, что он слово политическое сказал, из веры изгнали, понимаете? Из веры. Какое они имели право это делать? Ну ты напиши им, я его не изгонял. Напиши им и скажи, какое вы имели право без меня, без Алексея, это делать? Я просто вот, ну, я не могу понять слово вера. Что такое вера? Не надо. Ну, раз даже не знаешь, что такое вера, то что с тобой разговаривают-то? Вера, это счастливение ожидаемо, уверенность в невидимом. 11 глава, 3 стих, послание к евреям. Игнатий Стихнович, а как можно вот, вы простите меня ради Христа за вопрос, за такой, да? Как можно верить в неосязаемое? То есть, ну, смотрите, вот. Вот, вот, вот. А ты веришь, что у тебя ум есть? Ну, ну, ты осизал его? Ну, вот и всё. Ну, как? Да, стих. Подожди, не надо дальше. Вы верите, что был такой Цезарь, император Рима? Юлиан. Так, сейчас пока не разговаривай, подожди. Так, Юлия Цезаря, верите, что он был такой? Верю. А вы же его не видели, не ощупали. А как вы поверили-то, почему? Ну, Юлия Цезарь Стихнович, ну, история доказывает, как бы, такое? История доказывает. История не может доказывать то, чего нету. Она не может доказать. Она берёт факты. У Юлиановский календарь. Понимаете? Если вы верующий, вы знаете, что эта жизнь временная, короткая. Надо думать о вечности. И вы умрёте сегодня, где будете? В таком состоянии вашем вам ещё не светит, кроме гиены огненной. Перестаньте играть. Начнёте правильно жить. Я вам скинул данные, вы к нам прилепитесь. У нас идут каждые два часа молитвы по 10 минут. Со всего мира люди. Я вас очень благодарю за беседу. Могу я вам третий вопрос задать? Давай, только побыстрее. Побыстрее, а то время уходит у меня. Вы не хотите, да? Я отвечаю. Говори, не трать время. Быстро говори. У меня третий вопрос. Почему ваша деревня Потеряевка является закрытой деревней, и вы не пускаете туда мерзких граждан? Вот, ну, именно вот без приглашения, без каких-то либо ходатайств и так далее. Ну, если наш устав такой, вы почему командуете моим домом? Я к вам не лезу. Зачем вы ко мне лезете? То есть, Игнат Стихонович, а вот смотрите, посидеть в вашу деревню Потеряевка и лично с вами поговорить, это вообще практически? Не надо. Вы не приедете и не будете говорить. Просто любишь поболтать. К нам ехали, которые без разрешения, живой ни один не ушел. Его поездом задавило, другой замерз в кустах, где-то весной только нашли. Мы даем разрешение, когда можно встретить. Мы знаем человека. А зачем ты приедешь? Беседовать никто не будет. Вас попросят сразу из деревни, чтобы вы выехали. У меня такой вопрос. А вот если следует всем вашим правилам и посетить ваши обители... А вы не будете соблюдать. Вы безбородый. Для вас правил нету. С безбородом мы не будем говорить. Так, куришь? Алеша, куришь? Нет. А выпиваешь? Простите, наврал, да, куришь? Куришь, так матерками, матерками пользуешься? Игнатий Тихонович, врать не буду, да. Вот там это, так и живи. В окружении бесов. У тебя нет еще впереди. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok